Молитва сегодня, прямая трансляция с утренней молитвы с нашей Киевской архиепископией. 29 сегодня число у нас, июля 18 года. Аллилуйя, Аллилуйя. Благословен Господь, благословен Отец наш, Бог наш, отныне и вовек. Аллилуйя, спасибо Господи, спасибо. Благослови. Да, вчера было классное служение, я до сих пор под впечатлением. Я благодарю Бога за и пастора Константина, пастора протестантской, здесь харизматической церкви, здесь в Киеве. Называется, название такое необычное у них, ну, у многих протестантов такие необычные названия, вот у него название «Исцеление народом». Вот, и был отец Сергий Фомин, это священник украинской православной церкви Киевского патриархата, тоже делился словом он, молился, вот, и я проповедовал там, вот здесь вот, возле метро Черниковска, не подреку. Классно. Хорошо, когда мы вместе, хорошо, когда мы одно тело, действительно, это ощущаем вместе и вместе молимся, слава Богу. И сегодня я вот, еще вот под впечатление вот этого вчерашнего служения, вот хочу Богу славу все воздать за действительно единство тела Иисуса Христа, за единство Церкви, слава Тебе, Господи, Боже всемогущий, благослови. И вот сегодня как раз выделил место из Писания, значит, такой картинкой на трансляции на Ютубе, да, что «Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Это место Писания я в последнее время вот несколько раз так уже процитировал на утренних молитвах, вот, и на вечерних тоже, кстати, вечернюю я трансляцию сейчас не включаю, даст Бог, буду включать тоже. И, ну, самое интересное, знаете, что действительно верующие ожидают вот этого, этой милости Господней, если неверующие ожидают каких-то пакостей, каких-то там, ну, страшных вещей, трагедий, значит, то верующие ожидают именно милости Господних. Аллилуйя! В этом вера, собственно, наша-то. Да, хорошо, сейчас я открываю место Писания. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Благослови, Господь! Боже, благодарю Тебя за доброе это утро, за милость Твою, Господь, Боже, за спасение, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо, Господи! Вот, здесь уже кто-то подключается. Спасибо, Господи, за вот подключающихся и здесь на Фейсбуке, и на Ютубе. Боже, за всех, кто сегодня верующий разных конфессий, разных церквей, вместе молящихся, преломляющих хлеб, Боже, в простоте сердца, Господи, ожидающих велики милости Твои, Господь. Слава Тебе, Боже Всемогущий! Благодарю Тебя за все, слава Тебе, слава и хвала, Боже, слава! Аллилуйя! И вместо из Писания читаю я послание Иуды, вновь обращаюсь к этим строкам из Писания. Эти строки, они очень такие, знаете, окрыляющие. Послание Иуды короткое, я говорил уже, да, что как-то вот на днях, тоже в утренних молитвах, там всего лишь в одну голову уместилось все, разбито лишь по стихам это послание. Но вот 20-21 стихи написано. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая от милости, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни, для вечной жизни. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Боже, благодарю тебя, Боже Всемогущий! Благодарю, Господи! Слава тебе, Боже! Сохраняя себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Боже Всемогущий, благодарю тебя, Господь! Что мы сегодня, верующие, ожидаем милости Твоей, Господь! что мы ожидаем милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. Боже, прошу Тебя, Господи Божий, коснись тех людей, Господи Божий, кто сегодня еще на пути к вере, библейской, евангельской, святой Твоей вере, святейшей Твоей вере, как сказано здесь, святейшей вере нашей, Боже всемогущий. Тех, кто на пути еще к этой вере святейшей, Боже, прошу Тебя, благостави, Господь, благостави, Боже, пусть действительно откажутся от ложной этой веры своей, обратятся к святейшей Твоей вере, откажутся от ложной веры во всякого рода вот эти напасти, во всякого рода гадости, во всякого рода проклятия, от ложной веры своей, и во всякого рода эти неприятности, которые там грядут, значит, а пусть вера будет действительно истинная, святейшая вера в то, что ты, мы должны ожидать от Тебя милости, Господь, слава Тебе, Боже всемогущий, благодарю Тебя, Святой, благодарю Тебя, Боже, за все, за все. Аллилуйя. А вы возлюбленные, возлюбленные, мы дети возлюбленные, возлюбленные Божьи, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, очень сильное, мощнейшее назидание вере является молитва Духом Святым. Павел говорил, буду молиться умом, буду молиться и Духом. Буду молиться умом, то есть, понимая, о чем молюсь я, и буду молиться Духом. Когда, как там в другом месте написано, воздыханиями, нечленораздельными буквально, вот с греческого текста, вот, или же неизреченными, да, ну, такой красивый, литературный такой перевод, такой, значит, синодальный, но за этой красивостью теряется, как бы, вот, изначальный смысл послания-то, потому что там не просто говорится о неизреченности, а говорится именно о нечленораздельности, что именно молитва, она Духом, она человеческому разуму непонятна, ни тому, кто молится, ни тому, с кем молится человек. Хотя, есть, конечно, много исключений, даже вот в книге «Деяния апостолов», пожалуйста, во второй главе, там говорится, что все понимали эти, да, вот люди с разных народов, они сбежались, вот, да и сейчас много случаев таких, да, человек молится, допустим, не понимает, о чем он молится, а другой человек понимает, это его родное наречие. Вот, там, в городе Сураж, там, Трянской области был случай, там, как раз, вот, на моей памяти-то, девушка молилась, там, один, там, врач еврей, он, ну, настолько был шокирован, значит, потом поинтересовался у пастора, откуда девушка, вот она молодая девушка, еще, видно, только после школы, откуда она так хорошо знает латинский язык, я, говорит, всю жизнь изучаю, значит, я так не знаю, вот, а та девушка удивилась, я, говорит, никогда в жизни и не изучала латинский, даже не знаю, что я болелся на латинском языке. А что я говорила, он спрашивает его, а он, не, не, тогда я это не скажу, потому что это, говорит, это, говорит, очень настолько интимно, настолько индивидуально, говорит, значит, ну, это я, он понял, так это к нему сказано было, и хотя врач, он был неверующий человек, значит, но так, ну, интересующийся на пути к Богу. Вот, потом пастор говорил, значит, уже мы общались, когда, после служения, он говорил, да, вот, интересный момент такой, очень интересный, видимо, для того человека это было назиданием каким-то, каким-то, или обличением, или каким-то назиданием, потому что он такой был настолько, он очень, так, собран. И бывало, я сам это молился, а сам потом думаю, о чем я молюсь, интересно, вот, значит, какие-то слова такие необычные, есть ли они вообще, ну, как бы, ну, какого-то народа слова. И потом стоял там в кассе, как-то, тогда же, в 96-м году еще, стоял в кассе, значит, за билетами железнодорожными, и очередь большая была, и там, значит, подошла группа, значит, людей, ну, кавказцы, я думаю, значит, кавказцы, не знаю, ну, да, какой-то кавказский народ, там много народов. Вот, и самое интересное, они говорили между собой, довольно так громко, ну, как, ну, так, значит, и, знаете, и я вдруг обомлел, они говорили так, как я молился, вот, как раз накануне. Вот, я запомнил характерные такие слова, какие-то необычные, какие-то, как и пошли, вот, накануне как раз. Мне самому даже стало интересно. Вот, и я как-то почему-то и не спросил их. Интересно бы даже, вот, как бы, с ними, перед ними там помолиться нам, может быть, даже стоило бы, но я как-то, может быть, засомневался или постеснялся. Вот, а здесь, в Киеве уже, на Харьковском массиве, когда, значит, жили мы, вот, 2000-й год, когда молился на языках, а потом пошло говорение. В Библии, там, в Новом Завете, интересно, есть такое разделение, порой говорится о молитве на языках, порой говорится о говорении на языках, то есть это разные немного переживания. И многие верующие это на практике знают своей, молитвенной практике знают, что это так, на самом деле, это разные переживания, хотя близкие. Вот, и одно дело молиться на языках, обращение к Богу, как бы, на языках, другое еще переживание потрясающее, именно, когда мы говорим, провозглашаем что-то на языках, и это как речь какая-то на языках, и в Писаниях говорится, что если есть истолкователь еще, то это так, то же самое, как будто бы и пророчество. И вот я об этом тоже свидетельствовал уже много, что в моей жизни это был как раз первый опыт такого истолкования языков, и это было то же самое, что пророчество, ну, точнее, истолкование сна, который видел я вот, ну, как раз тогда вот, очень такой странный сон для меня это было, таким потрясением, и я проснулся и не знал, как бы, ну, что это. Я, значит, ну, имел, конечно, свои какие-то представления, но это были совсем не те представления. Вот, значит, и я каялся, там, на всякий случай, там, ну, не то, что на всякий случай, вообще каялся, говорю, господи, наверное, да показал мне во сне мое упрямство, гордость какую-то, значит, там, да, я каюсь, прости меня. Вот, а оказывается, вообще было, значит, ну, может, и об этом тоже, но шла речь, значит, о гораздо большем, не обо мне даже, а гораздо большем. Вот, там видел, во сне видел готовящиеся, как бы, ну, похороны, получается, гроб, свет такой в центре, а люди в полумраке, я тоже в полумраке стоял, как-то, как-то, и, значит, и там, значит, на этом свету, значит, гроб закрытый такой, а я почему-то знал, что там находится, там тело мертвой девушки над ней надругались, издевались и расчленили тело, и я слышал голос во сне, который говорил мне, «Иди, воскреси ее, иди, молись ее воскрешения». Я понимал, что это Бог говорит, во сне же там все как-то по-другому, да, и вот я понимал сразу, что это Бог говорит, и я как-то там сказал, Господь стал, ну, отникиваться, чтобы мне это не сделать. Я стал говорить, что примерно так во сне же, что, Господи, говорю, ну, если она была бы просто мертвой, я, может, подошел бы, попробовал бы, может быть, хотя ни разу, говорю, в жизни я не молился за воскрешение мертвого, тогда так и было, на самом деле, до 2003 года я, на самом деле, никогда не молился за воскрешение мертвого. Вот, значит, и это 15 лет назад был первый опыт, вот я вчера об этом тоже свидетельствовал, записи, если, ну, даст Бог, получились все, то выставлю в интернет как раз, посмотрите потом. Вот, и, значит, интересно, голос тот же самый во сне мне еще раз говорил, «Иди, молись ее воскрешение, иди, воскреси ее». Я опять начал говорить, Господи, ну, она же не просто там расчлененная, она же, ну, как бы еще там люди какие-то, если я выйду, там, значит, там, вроде как, позор будет, если не получится, вроде как бы не за себя переживаю, а за его имя, как бы, вот. А голос тот же самый снова говорит, «Иди, воскреси ее, иди, молись ее воскрешение». Я проснулся, ну, вот я поэтому подумал, проснувшись, что это, как бы, вот, было касательно, вот, наверное, упрямства. Думаю, надо же, как же, ну, если Бог призывает, мое-то дело маленькое, в принципе, да, Господи, и все. А это, думаю, надо же, я перечил во сне, так вот, настолько. И я попросил у Бога прощения, наверное, Бог показал-то мне, наверное, упрямство. Это тоже, я так понимаю, но потом я помолился о том, о том, была еще ночь на дворе, значит, там, о чем еще молиться. Вот, и помолился, потом стал молиться на языках, просто молиться на языках. Молился, 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 а потом вдруг переключился, потом вдруг это была уже не молитва на языках, а говорение уже пошло на языках. Я что-то провозглашал, что-то говорил так сильно на языках. И мне самому даже интересно стало тогда, помню, сам даже, а что, о чем я так убедительно говорю, как бы. Это была, я понял, это уже не молитва, это именно говорение на языках, провозглашение какое-то даже такое на языках. И когда мне стало так любопытно, что же я говорю, настолько прям убедительно, но непонятно, уму-то непонятно человеческому. И это говорение на иных языках. То была молитва на иных языках, а это было говорение на иных языках. И я остановился, сделал паузу. Кстати, очень важно в молитве вовремя сделать паузу тоже. Это совет такой добрый для молящихся всех. И не важно, ты молишься на языках или молишься умом, чтобы дать возможность ему вставить свое слово Богу. Ведь молитва это не просто мы к нему обращаемся, это наше общение. И важно в разговоре в любом, даже с человеком любым, не только самому что-то сказать, но и услышать, что же он тебе скажет. Порой даже важнейший именно этот момент, такой аспект разговора. Тем более с уважаемым человеком каким-то, которому ты дорожишь. Тем более со Всевышним Богом. Это так на самом деле. И я остановился, сделал паузу и вдруг, да, это произошло в моей жизни. И впервые в моей жизни. Да, это было в конце 2000 года. Удивительное переживание. И я вдруг понял, как будто бы это мой второй язык был. По крайней мере, первую фразу и первое предложение я перевел для себя. Я стал говорить это вслух на русском языке. Получается, я перевел самого себя же для самого себя. Перевел Божьего Духа, вот это говорение на русский язык. И когда перевел первое предложение, я вдруг четко, где-то, не знаю, внутри, в уме где-то понял. И второе, я его сказал. И когда сказал второе, я понял. И дальше, и дальше стал говорить. И получается, я вот это говорение перевел для самого себя. Себя же самого для самого себя же перевел. И это было свыше, оказывается, посланием. Представляете, это было объяснением этого сна. И во сне было сказано, вот, в истолковании этого говорения иных языков было рассказано, что вот то, что я видел, это были не просто похороны, это не девушка, это была церковь показана. Вот. И состояние было показано именно православной церкви непосредственно. И было сказано, что над ней надругались, на православной, надругались политики, религиозники. Убивали, расчленяли, в гроб ложили. И теперь у дьявола есть следующий этап, как бы, значит, завершающий этап вот этой борьбы с церковью, православной в частности. Дьявол борется со всеми ветвями христианства, ему ненавистны все ветви христианства, потому что ему ненавистен сам, не сами даже веточки сами по себе, а ненавистен особенно сам корень, сам Иисус Христос, с которого все древо растет, церковь Божья. Вот в чем дело. Поэтому он воюет-то не просто, ну, с нами воюет, да, но не просто с нами, а с тем, кто в нас. Но тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. И поэтому будем держаться нашего исповедания, братья и сестры. Держаться главы Иисуса Христа, что веточка, если не отламывается, значит, от Господа, зато приносит много плода, слава Богу. Вот. И интересно, вот там было показано во сне, что, одним словом, Бог хочет испортить дьяволу его планы, врагу просто-напросто нанести поражение, чем воскресить церковь православную, воскресить православие. И у него есть сила воскресения. Это было в конце 2000 года. После этого сна, вскоре, после этого сна я уже начал свое служение, но этот сон очень сильно повлиял на мое христианство, на мое служение, потому что до того я как бы не решался идти в это служение. И, честно говоря, то, что во сне было показано упрямство, это было правда. Бог призывал к служению, именно такому реформаторскому, евангельскому служению, а я все артачился, все как бы сомневался, как бы боялся и не хотел. Чем угодно заниматься, но только не этим. Но Бог призывал именно к этому, и я осознал, и теперь я осознаю еще больше, что это... Он прав? Он прав, всегда прав, на самом деле. Просто мы не понимаем этого. Аллилуйя. Андрей пишет на заре, слава Иисусу Христу, доброе утро. А доброе утро, Андрей, слава Богу, пусть Бог благословит вас. Слава Богу. Кто на Фейсбуке смотрит, значит, молитву утреннюю тоже присоединился, кто на Ютубе, всех вас приветствую, братья и сестры. И вот написано в послании Иуды, читаю, 20 стих, 21 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Очень важно, да, вот я сказал о молитве Духом Святым, и даже о говорении немного на иных языках. Вот. И сохраняйте себя в любви Божьей. Наше сохранение, наша сохранность, как вот, ну, верующего человека, только лишь в этом, больше ни в чем. Как хранить себя юноше или старцу, значит, мужчине или женщине, образованному, высокообразованному или невежде, как себя вообще, еврею, не еврею, не важно. Как хранить себя верующему человеку в любви Божьей, сохраняйте себя в любви Божьей. О, спасибо. То есть, проснулись, первая мысль, папочка меня любит, Бог мой, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Да, некоторые верующие тоже вопрос задают, вот почему я иногда вот Бога папочкой называю, ну, даже не только индивидуально, когда молюсь, но это как бы не слышит никто. Вот, а здесь, когда уже, даже порой так вырывается, когда вот в эфире говорю, вот, или где-то еще на служении. Дело в том, что, на самом деле, некоторые говорят, что это как бы даже понебратство или там даже кощунство. Ну, так оно и есть, на самом деле, для кого-то так оно и есть, на самом деле. Потому что, если человек, он еще не духовно, не возрожден, то для него это кощунство и понебратство, на самом деле. Даже если он возрожден, все равно, значит, Дух Святой, он уже вкусил, как бы, да, элементы Духа Святого. Уже есть у него, но он не принял еще Духа Святого внутрь себя еще, еще не пережил сам погружение в Дух Святой, человек такой. И для него это странно, на самом деле. Он может максимально к Богу такой, Отче наш, Иже, Иси на небесе сказать, или же Отец мой там в лучшем случае, значит, но не дальше. Но не папа и не папочка даже. А если Дух Святой живет в нас, то Дух Святой в нас уже, поселившись уже, Он взывает тогда к небесам Ава, Отче. Ава, это папочка, папуленька, папенька, украинское еще есть слово Татус, Татус. Аллилуйя. Поэтому, те, кто еще не возродился, возродитесь, примите Духа Святого. Примите возрождающие силы Духа Святого. Примите спасение через веру в Иисуса Христа. И потом, второе переживание, это примите сам этот Дух Святой, Дух Господний. Аллилуйя. Потому что, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Но это близость с Ним, это Его, быть Его, это потрясающе. Это другое переживание даже, чем просто покаяние, чем даже просто обращение к Богу, чем даже просто переживание вот этого духовного, ну, как бы первых этих этапов, что ли, духовного возрождения, может так выразиться. Но само все это возрождение, и само все это, даже не просто возрождение уже, а преображение, это вот действительно, оно в Духе Святом. Аллилуйя. Когда он не только на нас, но и в нас. Дух Святой на нас, а еще и в нас. Это два разных таких переживания. Вот. Аллилуйя. Большая часть христиан все-таки на планете, так понимаю, до сегодняшнего дня еще в таком переживании Бога, как вот Дух Святой на нас. Бог с нами, как бы еще. Вот. Это хорошее переживание, но это это не то совсем. Не то. Вот. Важно, чтобы он не только на нас был, а еще и в нас. В нас пребывал. В нас. Внутрь нас. Христос в нас. Упование славы. Вот тогда все другое. Когда Дух Святой не просто на нас, а в нас. Когда Бог не только рядом с нами, а в нас, Бог сущий, это совсем другое переживание. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, при снах, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, И хвала Тебе, Аллилуйя, Отец наш, Бог наш, Папа, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Силы и Слава вовеки, аминь. Спасибо Тебе, Господь. Вот, Аллилуйя. И в завершении вместе с вами ломляю хлеб. Возьмите тоже, братья, все, кто верит в Иисуса, как в настоящего Христа, Сына Бога Живаго. И Ишуа есть Машиах. И Ишуа есть подлинный Машиах. Христос, Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго. Это величайшее откровение всех времен и народов. Благодарю Бога Всемогущего. И кровь святая, она была пролита за мои грехи, за все человечество. И я это осознал лично за меня. И это осознание блаженное в жизни каждого верующего, один из, ну, самый счастливейший момент вообще жизни, духовной жизни человека верующего. Слава Тебе, Господь. Возлюбленные. Вы не какие-то терпимые, там, Богом, или так, чуть-чуть любимые, на 99% и 90% любимые. Нет, на 100%. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сохранять себя в любви Божьей. Для меня это в первую голову Евхаристия. Для меня это в первую голову, это таинство причастия. Я и Он, Он и я, мы одно. Я и мой Отец, мы одно. Это потрясающее переживание. Единство через кровь Завета, через кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа. Аллилуйя. Ибо ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Христу Иисусу Спасителю. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Ты Господь. Если у Вас нет вина или сока, налейте даже просто воды. Я им даю с пользой. Просто вот, если нет ничего, то просто даже воду наливаю. Хлеб. У меня это остатки, значит, халы шабатней. И вот я взял себе кусочек этой халы. А так, значит, пожалуйста, хоть ржаной хлеб, хоть какой, неважно. Вот самое главное, причастие наше совершается не просто ртом, да, а совершается вот здесь фразами и в сердце нашем. Вот. И не качество вина или хлеба, а качество нашей веры. Вот что здесь приоритетное, самое важное. Вот. И наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Наша, именно рассуждаете о теле и крови Иисуса Христа. И наше рассуждение сегодня благочестивое в чем? Что Он, Иисус Христос, во славу Бога Отца, Спаситель Господь, что Он действительно пролил за нас святую кровь свою, что ранами Его мы исцелены. Вот это все очень благочестивое рассуждение. Что Он взял на себя мои немощи и болезни, это мое благочестивое рассуждение. Что ранами Его я исцелен, это благочестивое рассуждение. Что я полностью спасен, прощен, на все сто процентов спасен. На все сто процентов прощен, на все сто процентов исцелен. И даже если в этой земной реальности есть всякие сомнения, всякие страхи, всякие в Божьей, более реальной реальности, если можно так выразиться, нет этого ничего. Я верю в эту Божью более реальную реальность, которая побеждает эту земную, не такую сильную реальность, как ту, как та небесная Божья реальность. Аллилуйя. И вот элемент вот этой победы – это тело и кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Элемент вот этой Божьей реальности, более реальной реальности, это тело и кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Андрей пишет Аминь на Ютубе, на Фейсбуке. Аллилуйя. Благословение Господне. Благословляю всех вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа омыла меня, исцелила меня от всякого греха. Кровь Христа освободила меня, кровь Христа исцелила меня навеки навсегда. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Любящий Иисус. Аллилуйя. И соверши, Господи, да хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым. Аминь. 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 Слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя. Я сохраняю себя в любви Твоей. И доказательство, самое сильнейшее доказательство Твоей любви, это тело и кровь Твоей. Ибо так Ты возлюбил мир, Отец мой, Бог мой и Царь мой, что отдал Сына Своего Единородного, свою жизнь за нас положил, кровушку свою за нас пролил, и однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное. Божий, однажды и навсегда, Господь, слава Тебе, Боже всемогущий. Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала за кровь святую Твою, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, Ты совершил это. Боже, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 И в чаши сечесная кровь Христа, Господа, в хлебе всем тело Иисуса Христа Святое. Это все совершено Духом Святым. Это таинство совершается в нас, верующих. Аллилуйя. 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 Аллилуйя 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 Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже Слава Тебе, Господь, Бог Святой Благодарю Тебя за таинство сие За хлебопреломление, божественное евхаристию За причастие тела и крови Твоих Слава Тебе И ничто не отлучит нас от любви Твоей, Господь Боже Ничто, ничто, не настоящее, не будущее, ничто, ничто Никакая тварь Спасибо Тебе, Господь, спасибо Сохраняем себя в любви Твоей, Боже Слава Тебе, Боже Благослови сегодняшний день Благодарю Тебя, Господь, за вчерашнее служение За собрание, Боже За шаббат Твой, божественный, субботу Твою, Господи Спасибо Тебя, благослови сегодняшний, это первый день недели Трудовой недели У кого собрание проходит сегодня в этот выходной день По нашему гражданскому календарю Божию То благослови собрание Благослови собрание сегодняшней нашей, вот нашей Киевской архипископии в частности Благослови, Господь, Боже Всю эту неделю Божию трудовую Во имя Иисуса Христа Прибудь с нами, Господь Слава Тебе за все Благослови дело рук наших Аминь Да благословит Тебя, Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся Слава Христу Из города Киева, с нашей Киевской архипископией Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам Аллилуйя Так что всем доброго утра, благословенного утра Благословенного дня, благословенной недели Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя